Всегда ли при наличии долгов выгодно банкротство? Мой ответ – нет. Одни юристы скажут «да, выгодно всегда». Другие, наоборот, начнут рассказывать, что банкротиться выгодно далеко не во всех случаях. К первым юристам, работающим за беззаговорочное банкротство, относятся, как правило, такие юристы, которые сами занимаются банкротными делами. То есть, процедура банкротства физических лиц через суд – это их хлеб. И, естественно, петь они будут только хвалебные песни в отношении этой процедуры. Но у каждой юридической процедуры, которая может применяться гражданам-должникам, с целью минимизации негативных последствий наличия долгов, есть свои плюсы и свои минусы. И у реструктуризации задолженности, и у рефинансирования, и у кредитных каникул, и у банкротства есть свои недостатки. Однако стоит признать, что с 2022 года банкротство набирает большую популярность у россиян. Например, с января по июнь 2022 года российскими судами банкротами признаны более 120 тысяч граждан. Это почти на 40 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Связано это с тем, что экономическая ситуация в стране существенно изменилась, и не в лучшую сторону. Многие люди, когда брали кредиты в 2021 году, и представить себе не могли, какой их ждет год следующий. Так какие они минусы банкротства? После прохождения этой процедуры в течение трех лет вы не сможете начать собственный бизнес, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо стать учредителем юрлица, а также не сможете получать руководящую должность в компании. Но при этом в статье 216 ФЗ 127 о несостоятельности физического лица нет пункта, запрещающего банкроту получить статус плательщика налога с профессионального дохода, то есть стать самозанятым. 5 лет после банкротства вам придется сообщать об этом факте в банке при оформлении нового кредита. Практика показывает, что банки отказывают в выдаче нового кредита гражданам банкротом даже по истечении 5 лет. Банкротство – это как черная метка для любого банка. При этом скрыть от банка факт прохождения процедуры банкротства, скажем, 10-летней давности, не получится. Сведения о банкротстве граждан содержатся в открытом доступе на сайте арбитражных судов и содержатся в БКИ. Впрочем, иногда гражданам банкротом по истечении нескольких лет после прохождения этой процедуры все же удается поформить новый кредит, но только под залог имущества, ипотека или автокредит. Вот, пожалуй, и все недостатки банкротства. То есть, если вы не планируете в течение последующих 5-10 лет брать новые кредиты, работаете по найму и не стремитесь к собственному бизнесу, банкротство вас не должно пугать. Подписывайтесь на мой канал «Приоритеты с юристом», поддержите лайком, если было полезно. Все мои контакты и социальные сети найдете по ссылке в описании. И делитесь этим видео со знакомыми. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok